Российское государственное информационное агентство ТАСС называло погром в аэропорту Махачкалы акцией против боевых действий в Израиле. А частый гость останкинских ток-шоу политолог Михаил Виноградов заявил, что события в Дагестане – это проявление национализма, который не удалось победить из-за происков украинцев и евреев. Но о том, что антисемитские акции и погромы в России – результат действий самих же пропагандистов, в останкинских студиях не говорят. Да и первые лица государства неоднократно делали антисемитские заявления задолго до вторжения Хамас в Израиль. В последние же недели пропаганда открыто заявляла, что Израиль – враг России. Это привело к вспышке антисемитизма в федерации, считают эксперты. Жители Черкеска потребовали выселить евреев из Карачаева, Черкесии. Мы обращаемся к нашему правительству, к правительству республики с просьбой огородить нас от того, чтобы сюда въезжали, приезжали евреи, именно евреи. Погром в Махачкале – далеко не единственный случай массового антисемитизма в России за последнее время. Днем ранее в том же регионе толпа окружила отель, где по слухам находились беженцы из Израиля, а в Москве попытались ограбить синагогу. Представители НАТО напрямую обвиняют во вспышке антисемитизма российскую пропаганду. Столкновение – это одно из проявлений радикализации российского общества. Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине. Янис Сарц, директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО в комментарии латвийскому телевидению. Реальные причины погромов Москва замалчивает, поэтому и ожидать серьезных шагов для решения этой проблемы не стоит, считают эксперты. В Махачкале фактически повторилась история с мятежом Пригожина в июне, когда многотысячная армия наемников беспрепятственно шла в Москву. В России есть система подавления подобных митингов и акций как раз за счет силовиков с других регионов, когда быстро перебрасываются силы, которые не связаны родственными, клановыми или другими связями с местным населением. Но это возможно, когда у вас есть запланированный протест, когда вы понимаете, что он произойдет по какой-то дату или по какой-то теме. А если это стихийный бунт, то в данном случае мы увидели, что система не способна быстро отреагировать. У нее ушло время на то, чтобы раскачаться. Поэтому, конечно, это очень угрожающий вызов для управленческой вертикали России. Примечательно, что еще в 2016-м Путин призвал евреев спасаться от антисемитизма в России. А теперь, как заключает ряд украинских и западных аналитиков, Россия входит в новую эпоху черносотенных погромов. Данила Кобза для телеканала Freedom.